Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начнем говорить о йога-сутрах. Йога-сутры – это самый авторитетный труд о классической йоге, о медитациях, медитативной йоге. Абсолютно все это признают. Но есть одно обстоятельство, о котором мы и начнем говорить. Йога-сутры – это очень сжатый текст, это конспект. В индийской философии мне встречалось такое сравнение. Человек, работающий над сутрами, радуется сокращению текста, как человек радуется рождению своего сына. Одним словом, сутры – это нечто очень-очень короткое. Сутры ведут память в нужную сторону. Это конспект. Вот их назначение. Йога-сутры – примерно им две тысячи лет. Может быть, чуть раньше их записали. Их автор – Патанджали. Ну, такой легендарный автор. Ничего о нем не известно. Есть другой Патанджали, который составил грамматический какой-то очень сильный труд. Один и тот же человек или нет, эти две Патанджали даже это не знают. Но классический весь мир узнал Йога-сутры Патанджали с комментариями некого в ясве. По-моему, это случилось в IV веке. Потом, несколько веков спустя, некто в Ачаспати Мишра написал комментарий на комментарии. Уже взял Йога-сутры с комментариями в ясве и написал на это свои комментарии. И вот эти произведения известны всему миру. Потом это изучали серьезные ученые в Индии. Писали об этом книги, комментарии. Некто Пходжа, очень авторитетный. Сарвапали Радхакришнан коснулся Йога-сутры очень серьезно в своей индийской философии. У Вивиакананды, в Раджа-йоге, в конце есть Йога-сутры с комментариями. И в нынешнее время очень много современных авторов с санскритскими именами, европейцев с санскритскими именами, индусов. Очень много книг Йога-сутры с комментариями очередного человека. И я уже объяснил, почему это так. Йога-сутры предназначены учителю, а не ученику. В древности учитель давал эти сутры, этот конспект ученику, чтобы он их запомнил наизусть. И объяснял каждый санскритский термин и давал свое осмысление тем предложениям, которые в Йога-сутрах есть. Придется мне и поступить таким образом. Я написал где-то примерно 20 лет тому назад, может быть, 19 лет тому назад, книгу «Суть Йога-сутр». Серьезно поработал, есть в свободном доступе. Можете поискать в АТО «Суть Йога-сутр». Но сам Йога-сутр я изучаю давно. Примерно 38 или 37 лет. Вот так получается. Я их изучаю, я читаю все книги, которые были доступны для меня в то время. Теперь доступно очень много, но мало чего добавляется при чтении очередного автора. Наверное, я уже могу сами Йога-сутры читать и давать об этом свои комментарии, свои мысли. Теперь о Йога-сутрах. Есть четыре главы. Первая – самадхи пада. Пада – это глава. Первая глава – самадхи. Вторая – это садхана пада. Садхана – это тренировка, это осуществление, это путь. Как осуществить йогу. Третья – это випхути пада. Что дает Йога, что дает человеку. Там очень много о парапсихологических способностях, но некоторые другие силы, которые Йога дает упражняющимся об этом. И четвертая глава – кайуалия пада. Кайуалия – это об освобождении. Ну, если не уходить сразу же в глубь индийской философии, от чего освободиться нужно? От прикованности к материи, к своей психике, к своему телу, к своим страстям, своим привычкам. Как все это преодолеть и как стать господином самого себя, освободиться от рабства материи. Материи как физической, так и психической. Сразу замечу, я говорил в прежних беседах, психика йогой рассматривается как порождение материи, так и физический мир. Это одно и то же прокритий, так они называют субстанция. Субстанция в тонком виде принимает вид психики, а в грубом виде вид физического тела и этого мира грубого. Чтобы объяснить трудность, которая стоит передо мной, Я попытаюсь, вот сразу первое сутро начинается йогам читаврити ниродха на санскрите. Йога – это обуздание волн в чите, в психическом озере. Вот так это переводится, так это нужно понимать. Психическое озеро – это чита. Контроль этого психики – это есть путь йоги. Нам говорят древние философы, что так же, как можно тренировать физическое тело, силу или разные навыки, так же можно тренировать свою психику. Она поддается тренировке, и постепенно человек может овладеть, превзойти своим психическим агрегатом, тем, чем мы все одарены Богом мирозданием, что мы имеем. Мы используем лишь часть, современная наука тоже так смотрит на этот вопрос, мы используем лишь маленькую часть наших психических возможностей. Так вот, йога расширяет эту власть. Мы можем использовать свою психику на более глубинном уровне, полнее. И поэтому там в третьей главе описаны некие мистические силы, которые появляются, и другие силы, как можно использовать эту психику. Поэтому третья глава называется «Випхутипада». Ну, часть ученых считает, что каждая из этих четырех глав – это работа разных школ. Что это не одна книга одного уважаемого Патанджали, а разные четыре школы как бы наращивали свои комментарии. До нас так дошло. Вот каждая глава – это работа разных школ. Нам незачем во все это вдаваться, потому что сам Патанджали не объявляет себя автором. Он говорит, что он собрал медитационные технологии. И сделали это Патанджали, или потом еще кто-то на это нарастил, на это написал, интерполировал свои учения, как тот же «Вяса» и другие, которых я перечислил. Для нас большого значения не имеет, потому что в принципе тысячелетиями накоплено некое знание интроспективное об овладении своей психикой. Это было в Индии среди разных школ – буддизма, индуизма и так далее, джаинизма. И все это собрал главное, что было едино среди вот этих разных философских школ – собрал кто-то, ну, Патанджали в йога-сутрах, и существуют йога-сутры. Поэтому мы должны увидеть ценность йога-сутры. Для нас абсолютно не важна философия до того предела, когда философия нужна для этих упражнений. Самый йога говорит, что знание, которое вербальное – это один уровень. Вот знание услышанное, обдуманное, но существует знание другого вида, непосредственное знание, когда человек внутренне что-то постигает в неком новом состоянии ума, которое для обычных людей закрыто. Вот это новое состояние пытается выработать в себе человек, занимающийся йогой, и этим новым микроскопом или телескопом, психическим новым инструментом исследовать мир вокруг, и так добыться знания о мире. Это другое знание, праджна, они так называют, в это мы войдем постепенно вглубь всего этого. Теперь я вернусь к йога-сутрам. Вторая глава, первая глава, самая трудная. Она написана для продвинутого адепта. То есть кто-то может взять, уже продвинувшийся по пути йоги, и прочтя первую главу, он найдет для себя что-то очень важное, нужное, это ему поможет. А вторая глава, это для начинающегося, то есть не так сильно разбирающегося в философии и путем практики, не так далеко ушедшего на пути самосовершенствования путем йоги. Я думаю, мы должны начать со второй главы и лишь потом перейти на первую. Так у меня будет возможность объяснить некоторые те понятия, которые невозможно перевести с санскрита, их нет в современном нашем языке, таких понятий. Это такая трудность. Суть йога-сутр частично в том, чтобы учитель, ученику объяснил эти термины, и потом уже значение всех йога-сутр. Вторая глава начинается с некой подготовительной ступени, которая называется крия-йога. Может быть, он встречалась, это как отдельная йога. Нет, это не отдельная йога, это даже не направление, это подготовительная ступень. Крия-йога почему-то так там обозначено. Крия-это действия. Это те действия, которые должен начать человек, чтобы стать способным перейти к классической серьезной йоге и начать серьезно продвигаться по этому пути. Сама классическая йога восьмиступенчатая, так известно. Вот потом в йога-сутрах мы увидим, что Патанджали говорит о восьми ступенях, называет их яма, не яма, асана и так далее. Так вот, яма – это запреты. Вот как в христианстве «не убей, не укради», да, что-то вот такое, некие этические ограничения моральные. И мы перейдем к этому, но сейчас я хочу обратить ваше внимание, вторая ступень классической йоги – это не яма. Это те действия, которые должен практиковать йогинь, человек, занимающийся йогой. Так вот, их всего пять. Пять яма, пять пунктов, пять пунктов – не яма и так далее. Потом уже идет асана, пранаяма и другие ступени. Так вот, три пункта из этой второй ступени йоги – не ямы, да. Какие-то три пункта – тапас, самообучение и поиск Бога. Но вот сами эти слова, вот ишуарапранитхана, да, не поиск Бога, а покорность Богу, подчинение своей жизни, поиску истины. Я бы вот так сказал. Самообучение – это не изучение английского или химии. Это чтение сакральных текстов, которые очень авторитетны. И первый этап – это аскетизм. И сейчас мы коротко остановимся на этих трех пунктах не ямы, составляющих подготовительную ступень йоги. Вся трудность в понимании, в нашем понимании термина, например, аскетизм – тапас. Мы привыкли, что аскетизм – это что-то, что творят, я бы так сказал, отчельники, чтобы бороться со своими страстями, в основном с похотью. Ну, в христианстве так, может быть, и в мусульманстве абсолютно другое значение у аскетизма – тапас в индийской философии. И вот сперва уйдем глубоко в это. В самых древних, самых авторитетных источниках, таких как Веды, Упанишады и так далее, упомянут тапас. Есть очень таинственное описание творения мира, вот, когда некое высшее существо, брахман, абсолют, решил сотворить мир, там написано «тапапхи», он как-то воспылал внутренне, и это там тоже называется тапас. Тапас – это некое самое тонкое, самое духовное возбуждение, воспылание в человеке. Это сила, которую он накапливает, и для этого он очень странные средства применяет. Когда академик Смирнов уважаемый мной, и я советую вам читать его комментарии к Гите или другим вещам, он умнейший человек, посвятивший всему этому, всю свою, ну, часть своей жизни, гуру одним словом, один из гуру, я так считаю. Так вот, он подчеркивает различия между аскетизмом индийским и аскетизмом европейском понимании. Он говорит, что индийский аскетизм – это некая разменная монета, некий капитал, который человек накапливает, и совершенно не имеет значения для каких целей. Это как капитал, деньги. Им можно купить и оружие, и можно купить цветы, кому-то подарить, или подарить что-то дом нуждающемуся. Можно их использовать и во благо, и во зло, да, чисто капитал, да. То же самое тапас и та тончайшая энергия, которая накапливается путем тапаса. Подчеркивает Смирнов, что иногда тапас – это во вред человеку, то есть средства, которые он применяет. Это голодание, молчание, все то, что неприятно, что нужно преодолеть. Вот в мифологии описаны такие случаи. Давайте, чтобы немножко стала интереснее наша беседа, я расскажу, как тапас упомянут в разных мифах. Были два брата, маленькие еще, и к ним зашел в гости дядя, который был такой сильный демон, то есть Асура. Это человек, достигший неких высших сил и при этом использующий их эгоистически для себя. Так вот, такой сильный дядя однажды у них был в гостях, и они спросили у матери, как он достиг этого. И мать сказала единственное слово – тапас. И оба мальчишки удалились в лес и начали творить тапас. Как? Они просто сели и начали накапливать вот эту высшую силу, этот капитал. И сидели, и сидели без мысли, без всего. Ну, понимаете, может быть, это невозможно для обычного человека, но это нам помогает выяснить суть тапаса. Тапас – это нечто трудное, которое, когда оно творится, оно накапливает энергию в человеке. И просло много времени, а они все сидели и сидели. И в многих индийских мифах я могу рассказать уйму таких мифов, таких историй, где вот практикующий сидит, творит тапас, и проходит время, и полубоги начинают беспокоиться. Кто-то набрал очень большой капитал, и они не знают, во что он этот капитал может использовать. И кроме этого, они боятся за свои места. Вот полубоги в индийском пантеоне – это как объяснить, с чем сравнить? Как кресла, министерские кресла, да? Вот Индра – это не личное имя. Индра – это сменяемая душа. Вот кто-то достигает силы Индры, да? И он очень большое время, количество времени начинает править другими полубогами. А потом кто-то… Кстати, то же самое в греческой философии. Помните, там все время сын смещает отца, наконец, Зевс своего отца сместил, то этого тот своего сместил. Вот то же самое в индийской мифологии. И вот полубоги испугались, пришли к этим двум мальчикам, уже не мальчикам, они уже взрослые, потому что это очень много времени, они так копили и копили эту силу. И полубоги пришли и попросили их прекратить и спросили, для чего они творят тапас, что они хотят приобрести уже накопленной суммой, неким виртуальным капиталом, вот этим духовным. И один согласился, он сказал, что ему нужны грезы. Все время он хочет спать и грезить, и чтобы он мог управлять своими снами. Он будет все время видеть сновидения и управлять этими сновидениями. И вот так наградили полубоги этого человека, и он потом уже уснул. А второй не согласился ни на что и продолжил свою аскезу. И потом уже в легендах разных, один и тот же сюжет, полубоги волнуются еще, наконец ему обещают почти, почти бессмертие, его не может победить почти никто. И всегда остается некая малая часть, потому что невозможно логическое мироздание абсолютного бессмертия. Все, что рождено, когда-нибудь в какой-то ситуации должно умереть, закончиться. И вот потом уже он начинает править демонически, и проходят годы, и все под его гнетом, и рождается аватар. Я объяснил, что такое аватар. Это Бог приходит в какой-то форме на землю выше. Бог, это аватар, это как мы верим, да, Христа, Христос и человек, и Бог. Бог пришел к нам. Вот то же самое аватар в индийской философии. Они верят, что он приходил, и он еще придет. И вот в этом мифе тоже этого демона, в конце концов, побеждает Бог. Так вот, абсолютно в разных писаниях, более серьезных, написано так. Нет ничего в трех мирах. Ну, мы бы сказали, нет ничего в мире. Там говорится, что внутри мира. Божественный, наш, и даже тот, который внизу демонический. Разные пласты адов, раев. Нет ничего в трех мирах недоступного путем Тапаса. Они уверены, эти философии, эти писания, эти книги, эти учителя нас учат, что вот чистым, вот единственным таким подходом, если человек начинает своей волей усиливать, что-то внутри самого себя, накапливать. И ни на что не тратит свою жизнь, свою энергию, свои мысли, ни на что другое. Он накапливает и накапливает все больше и больше и больше сил. У Панишадах очень авторитетные источники. Да, У Панишады, У Панишадах. Часто У Панишада начинается так. Кто-то творит Тапас тысячи дней. Там сами неуверенные переводчики. Может быть, тысячи лет. Там написано тысячи. Ну, тысячи лет или дней он стоит на одной ноге и медитирует на солнце. Ну, физически это невозможно, но представьте себе, они же, эти тексты верят в реинкарнацию. И не только в физическом мире, в мире людей. Человек, вот после этих, овладения этих сил, может воплотиться вот этого сверхсущества, перевоплотиться в некое другое тело, тело йоги, они это называют. тело состоящие, вот, как бы укрепленные огнем йоги. Обо всем этом мы в дальнейшем поговорим. Так вот, человек может заниматься Тапасом, этой аскезой, и набрать силу, и эту силу же он концентрирует, он использует на то, чтобы он еще большую силу набрал. Вот как бизнесмены, которые берут свой капитал и начинают не тратить, а этот капитал все время они вкладывают, чтобы он становится все больше и больше, и они достигают невероятного капитала, да, деньги потом как бы порождают сами себя. Вот этот духовный капитал, то же самое. Есть очень древняя, не индийская, вообще во всех мистических таких учениях принятая формула. То, что наверху, то и внизу. То, что внизу, то и наверху. То, что мы видим в финансовом мире, то же самое почти творится в духовном мире. Человек накапливает этот капитал, и он, его же, если тратит, начинает тратить на увеличение этого же капитала, он все сильнее и сильнее становится, и его тапас все интенсивнее и интенсивнее. По сегодняшний день в Индии можно встретить страшные картины. Например, кто-то творит такой тапас, он сжимает кулак и никогда в своей жизни не разжимает руку. И ногти начинают прорастать через кожу. И так далее. Сейчас я не начну все это перечислять. Так вот, даже, вот добавлю, даже изучая мифологию и находя разные параллели между древними мифами, когда ты находишь параллель, когда находишь, что здесь говорят, почти то же самое, другими словами, но то же самое, что там, в Греции и в Индии говорят нечто одно, ты понимаешь, что ты пришел как бы ближе к чему-то истинному. То, что не отрицает никто. Вот ты ищешь знание, которое было бы в каком-то виде отражено в разных культурах. Есть миф в разных, у разных народов о Боге, которого расчленили, и эти куски разбросали по разным местам, и кто-то потом собирает эти куски, эту мозаику, и Бог оживает. Вот, я говорю, это древнее знание когда-то было совершенно у кого-то. Наверное, это и называется шрути, услышанное, божественное вдохновение. Некие великие чистые люди увидели эти слова, и это записали, и это называется ведами, они сами не авторы, они увидели логос, они увидели истину, да. Потом, вот, нынешнее время, до нынешнего времени, процесс шел к тому, что это знание было разбросано. Это как мозаика, его нужно собрать. и как только вы собираете эти кусочки, когда вот что-то увидите и что-то с чем-то сопоставите, и у вас больше кусок получится, вы как-то чувствуете это. Мне было очень приятно, когда я вот изучал мифологию прикованного Прометея, так весь мир знает, на Кавказских горах, на Кавказе, почему-то сами греки так говорят, прикован Прометей, Титан, и Зевс его приковал, и он должен освободиться, и есть целая мифология об этом, это тот, кто принес божественный огонь людям, и вот в грузинском варианте, в грузинском варианте этот герой называется Амиран, очень похож на ведийского Аримана, Митра Варуна Ариман, так, в Эдах, у одного солнца на груди, у одного брата Амирана, у другого брата луна на груди, и сам Амиран без знака, черный, как бы из другого мира, он эти два брата, это неродные его братья, и есть целая мифологическая, очень похожая в некоторых местах с другими, с греческим Прометеем, или с другими вариантами прикованного героя, мифология Грузии, и вот читая один из сказок мифов про Амирана, переведенный на русский язык, кстати, на русском я его читал, так что он доступен, если поискать, ну вот я расскажу, у него был духовный учитель, когда он родился, Бог Высший дал ему огромную силу, и он потом, когда рос, он был с этой силой, это вот тот капитал, который у каждого из нас есть какой-то, когда мы рождаемся и начинаем путь йоги, если было что-то, а у каждого есть в прошлом и зло, и добро сотворено по философии йоги, и если у человека есть вот этот дар накопленный, вот этот капитал, некая внутренняя высшая сила, да, это проявляется, так вот, этот наш герой, после которого приковали, он был с этой силой, у него была огромная сила, но однажды он встретился с существом сильнее себя, и он захотел увеличить свою силу, так написано в этом мифе, и он сел в темную комнату, поджал ноги, там даже написано, вот эта поза обычная, вот со скрещенными ногами, и он сел в темноте, и не выходил, и не делал ничего, он сдал, пока вот высшее существо, высший бог, он был с рождения как-то связан с богами, вот он не откликнется, и не даст ему силы больше, вот очень напоминает, почти дословно напоминает те мифы, которые я читал, индийский про тапас, так вот, про тапас я вам рассказал, как используется в йоге тапас, мы дрессируем себя, так что не нужно начинать с таких очень радикальных мер, но в принципе в йоге тапас может практиковаться вот так, это или обливание холодной водой, если вам позволяет ваше здоровье, вы можете перед упражнением один раз в день обливаться очень холодной водой, это всегда, иногда это неприятно, и нужно преодолевать себя, вот это преодоление себя и есть тапас, или еще любая диета, это тапас, вот в многих религиях есть посты, придерживаться поста, это тоже тапас, это трассировка своей натуры, есть какую-то определенную пищу, когда человеку хочется другая пища, или вообще не есть, есть такие посты в индуизме, например, или быть столько на хлебе и воде, как в христианском посты. Кроме этого называется мауна. Мауна это молчание. Можно практиковать молчание. Оказывается, каждый человек ежедневно должен сказать определенное количество слов, женщины, кстати, должны сказать больше слов, чем мужчины, как-то это высчитали, чтобы он себя чувствовал в комфорте, иначе, если он будет в одиночестве и он не будет говорить этого определенного количества слов, у него начинается страдание серьезное и поэтому некоторые люди боятся одиночного заключения и так далее, сенсорной депривации, это все изучается учеными. Мауна это один из видов аскетизма тапаса, человек объявляет для себя, что есть очень важное в тапасе, лучше не объявлять тапаса, не говорить самому себе, что вот вы сегодня будете голодать, да, вот такой тапас, один день до завтрашнего утра вы не будете ничего есть, и это тапас, но лучше не начинать его, чем начинать, а потом не исполнять, это очень плохо, вот когда вы тренируете собаку, все время в этих книгах написано, что вы должны свое пронести, вот если вы ему даете, собаке даете какую-то команду, как-то вы должны постараться, чтобы собака это исполнила, чтобы это трудности возникнут в дальнейшей работе, если этого правильно не придерживаться, так вот, начинайте с маленьких таких самоограничений, но их исполняйте, то, что вы сказали себе, вот как тапас, это нужно исполнять, я бы назвал вот этот первый пункт этой подготовительной йоги, крия-йоги, развитием воли, не нужно говорить вот этот капитал духовный и в трех мирах нет ничего недостижимого, не нужно, обычное такое развитие некой другой воли, которая необходима будет в дальнейшей работе, голодовка любой вид диеты, поста, иногда есть религиозные дни, когда под некоторым религием люди не спят, и я не советую, мы не должны забывать из бхагавадгиты классическое определение серединного пути йога не может стать не тот, кто слишком много спит или слишком мало спит, много есть, мало есть, и так далее, поэтому вот эту золотую середину не нужно забывать, лучше придерживаться тапаса, который в диетах, чем полная голодовка, первое значит тапас, вы сами можете для себя какой-то из этих видов аскетизма выбрать и тренироваться в этом, попробуйте, или обливание холодной водой, или диета какого-то вида, или мауна, ментальное и вербальное молчание, вот некоторое время быть абсолютно молчаливым, не только вербально, но и ментально, внутри, попробуйте, очень трудно, это тоже один из тапаса, тапас, это первый пункт, второй пункт, это самообучение, я об этом говорил в наших прошлых беседах, это самообучение, обозначает изучение по трем этапам, шравана, манана, тхарана, вы должны некоторые сакральные книги с вниманием изучить, потом вычленить главное, расцифровать и потом уже реализовать, сконцентрироваться на том главном, о чем они говорят, вот самообучение обозначает это, и еще ментальное повторение некоторых йогических аффирмаций называются мантрами, например, я уже коснулся этого, есть каятри, или савитри, называется, три раза в день, они медитируют, прося солнце очистить психику и даровать мудрость, но солнце не как что-то физическое, а как проявление высшего бога, ну, можно молить бога о высшем знании, просто обратившись лицом к солнцу, и это уже будет гаятри. Вот это тоже входит в самообучение, вот этот второй пункт. И третий пункт называется Ишвара Пранитхана. Ишвара это высший бог, это не личное имя, высший правитель, высший бог, и Пранитхана это некая внутренняя покорность, некая внутренняя ожидания контакта. Это подчинение неким образом своей жизни главной задачи, частично хотя бы, главной задачи достичь высшей мудрости и вступить в некий ментальный контакт с высшим разумом. Если по-другому посмотреть вот на эти три крии, три действия, да, первое это стать чище, ежедневно занимаясь аскетизмом, тапасом, придерживаясь вегетарианской диеты или холодной водой обливаясь или практикуя мауну, или любой такой тапас, если творить, мы как бы улучшаем самого себя. Это словно мы становимся более чистыми, чтобы высший разум вошел с нами в контакт. Обычный человек очень загрязнен. Он живет так, что он не в состоянии вступить в контакт священ священ истинный. Поэтому тапас чуть очищает его, а потом уже человек ищет по двум путям. Первое это книги, это учитель, это человек, может быть, аватаром, может быть, он вам встретится, да, или вам встретится ученик аватары. Одним словом, Бог приходит во внешний мир, как человек, и он оставляет некую тайную такую учебу. Йога, Упанишады или Веды, это то, что нам оставлено, шуте, услышанное. Одним словом, самоизучение это поиск Бога, оставившего для нас слова где-то во внешнем мире. Их можно или услышать, или прочесть, поиск того же Бога, того же знания, того же контакта с Ним, только внутренне, в самом себе, в своей душе, телепатически. Ну, это неправильное слово, но я хочу, чтобы вы поняли, внутри, с закрытыми глазами, вот это есть Ишвара Пранитхана. Ишвара Пранитхана это совершенно не сикцанское понятие, не нужно никакой иконы, там не говорится, что вам нужно какой-то определенный образ, определенное имя Бога, или молитва на каком-то языке, там говорится, что просто нужно искренне, внутреннее предрасположенность, ожидание, и как бы старание устроить свою жизнь так, чтобы мы были достойны, чтобы с нами вступил контакт этот Высший Бог. Если у вас сейчас появляется вопрос, зачем ему это, я не знаю, но подчеркивается даже в Йога-сутрах, что почему-то Высший Бог, Высшая Душа откликается на эти истинные просьбы и помогает. Вот в этом все дело. В Коране все время подчеркивается, что Высший Господь милостив, милосерден. Ну, в христианстве мы об этом уверены, в этом, да? Бог есть добро, Он хочет добра для своих вот кто мы? Творения, но какие-то странные творения, Он часть себя в нас вдул. Мы не такие же, как демоны или ангелы или животные по Торе, по Корану, по Библии. Это половина мира. И то же самое мы встречаем в Индии. Большая часть мира говорит об этом. Значит, здесь есть очень большая доля вероятность того, что это должно быть истинной. Бог откликается на эту истинную просьбу. Если вы просите что-то другое, это уже то, что практикуется здоровье для себя, для своих родных. Здесь не идет разговор об этом. Это почти медитативная внутренняя работа, просьба даровать нам мудрость. И почему-то высшее существо откликается и начинает помогать нам. Вот эти три действия, их нужно начать практиковать человеку, чтобы он приблизился к классической йоге. Потом уже он добавляет что-то к этим трем действиям, которые он все время практикует. Вот этим начинается я бы сказал краеугольный камень йоги. этим начинается йога. Мы должны попробовать хотя бы начать трассировать свою низшую натуру. В гите великолепный такой пассаж лучше наилучшего друга для себя человек, если он покорил самого себя, и худше злейшего врага, если низшая натура берет вверх над человеком, над нашей личностью, можно в некоторой степени победить себя, и ежедневно тренироваться в этом, вот начать практиковать, попробовать, как это вот взять и пять, десять минут абсолютно убрать всякие ментальные мысли из мозга, попробовать тупо не думать, не слышать свои собственные слова, свои мысли, это очень трудно, но вот как раз тренировка в этом, или попробовать все, что я перечислил, как аскетизм, искать книгах вот по тем трем ступеням Шравана, Манана и Дхара, на которых я говорил, просто не могу еще раз повторить, в прошлых моих беседах поищите, это называется второй крие, вторым действием, и третье, это быть внутренне религиозным, истинно религиозным, ожидать, стучитесь, и двери откроются вам, говорил Христос, да, быть нужно, нужно быть к этому готовым, ожидать этого, и быть в некоторой степени очищенным, внутренне, чище, чем вчера, вот ежедневно стараться, вот как вы очищаете комнату, чтобы к вам принять такого важного гостя, да, представьте себе, если вы приглашаете вот как-то вступить с вами в контакт высшего Бога, высший разум, вот очищать себя, это тапас, искать его слова, уже сказанные в этом мире, в Эдах, в Библии, или в Коране, я же не знаю, кто вы, везде, в греческой философии, у Платона, может быть, что-то вы прочтете, или в древнем мифе вашего народа, вот, как потом этот высший логос проявится у вас, это уже ваша жизнь, и в этом, вот, этот невероятный аттракцион, смысл этого, аттракцион, смысл бытия, почему бытие такое неприятное, кроме молодости, если целиком, да, почему существует эта дугха, это недовольство бытием, и в чем смысл всего этого космического аттракциона, вот, как только Бог начинает свой контакт с душой, и начинается поток этого, этой мудрости изнутри, вместе с тем он открывает книги, и то же самое из этих книг он читает, то же самое он видит, это как бы два пути во внутреннем мире и во внешнем мире, и тапас, это называется крия-йог, я думаю на этот раз довольно продолжим говорить о йога-сутрах в следующий раз.